Тема кадров для инновационной экономики сегодня является ключевой темой для развития нашей страны. На сегодняшнем заседании в рамках Санкт-Петербургского международного инновационного форума были подняты чрезвычайно важные вопросы. Лично мне было интересно то обсуждение, которое были затронуты практически все важнейшие темы в обсуждении вокруг кадрового вопроса. Я лично для себя из произошедшего обсуждения вынес некоторые соображения, которые подкрепляли уже давно у меня бывшие мысли. Это, во-первых, то, что у нас существует не только перекос в специальностях, в частности инженерных специальностях. Структура подготовки в высших учебных заведениях не соответствует структуре спроса на рынке труда. Но даже в рамках одной специальности есть перекос между инженерами-разработчиками, инженерами-внедренцами, инженерами-эксплуатационщиками. Наши вузы инженерные в первую очередь готовят персонал, который ориентирован на разработку, на создание новых продуктов, в то время как в реальной экономике востребованы в первую очередь эксплуатационщики, те, кто будут эксплуатировать уже созданные другими. Роль российской венчурной компании в развитии экономики нашей страны, как сформулирована в нашей стратегии и миссии компании, это создание достаточной самоподдерживающейся экосистемы венчурного инвестирования и фактически всей отрасли поддержки и развития инновационных проектов. Мы занимаемся созданием экосистемы. Являясь институтом развития, мы ставим в первую очередь для себя цели не коммерческие, не зарабатывать деньги на венчурных проектах, хотя это тоже важная задача, а в первую очередь оказывать мультиплицирующие эффекты на развитие инновационной экономики в целом. А для этого нужно, чтобы в ней появлялись и органически развивались все типы необходимых участников рынка, не только технологические предприниматели, хотя они являются для нас фокусом, но и финансисты, управленцы с пониманием и знанием технологий, те, кто способны оказывать услуги, предоставлять сервис участникам технологического рынка, начиная от самых простых типа каттеринга или ведения бухгалтерии и кончая очень сложными специализированными отраслевыми сервисами, такими как биотехнологические лаборатории, виварии или фабы в других технологических секторах. Поэтому у нас, так сказать, здесь такой очень комплексный подход. Ну, с одной стороны мы создаем венчурные фонды в частном государственном партнерстве, в которых соинвестируются частные и государственные деньги в перспективные технологические проекты. При этом мы не занимаемся прямыми инвестициями, а именно только создаем фонды, которые уже в свою очередь инвестируют. Но кроме этого мы огромное значение придаем и программам обучения, повышения профессионализма участников рынка, пропаганде, ведем целую программу по продвижению истории успеха инновационного предпринимательства. Потому что если это не будет востребовано, в первую очередь, среди молодежи, если предприниматель, инженер, преподаватель, ученый не станут, так сказать, героями времени для тех, кому предстоит выбирать свой жизненный путь, то все попытки использовать сугубо финансовые механизмы, они окажутся неуспешными. Сегодня для технологических бизнесов не существует границ, не бывает национальных рынков. Все рынки глобальны. И одна из существенных проблем, которые мы испытываем, это недостаточно интегрированность в глобальную экономику и как следствие непонимание многими инноваторами того, как глобальные рынки работают, что на них нужно, что востребовано, как это продвигать и так далее. Парадоксальность ситуации заключается в том, что у нас довольно много людей и среди молодежи, и среди людей более старшего поколения с чрезвычайно интересными технологическими идеями, проектами. Но инвестиции идут не в проекты, инвестиции идут в бизнесы. А бизнес, кроме технологической идеи, обязательно должен иметь маркетинговую составляющую, бизнес-план, вижен, понимание продукта, понимание его востребованности и понимание тех рынков, на которых этот продукт можно и нужно продвигать для его коммерческой успешности. Поэтому реально действительно оказывается, что все проблемы при достаточно глубоком анализе, они сводятся к кадровым проблемам, к проблемам человеческого капитала. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...